Директор брокерской компании знает о долларе все. Игра на разнице курсов для него – основной заработок. Поэтому день рождения доллара для брокеров – праздничная дата. Доллар сейчас у нас является самой основной мировой валютой. Поэтому, как бы мы ни хотели, все вокруг этого завязано. Представить вообще мировой рынок без доллара – это примерно то же самое, что домохозяйку без сковородок. Роман раньше тоже зарабатывал на долларах. Татуировки символа имбаксов были весьма популярны. Особенно у новых русских и криминальных авторитетов. Сегодня мода на изображение денежных знаков сменилась иероглифами. Несмотря на это, дважды перечеркнутая буква «С» заняла весомое место в истории татуажа. Делают деньги для того, чтобы их было больше в кармане. Поэтому их пытаются сначала на себе рисовать. Портреты президентов американских, которые исполнены именно так, как они выглядят на долларе. Доллар силен, о, да. Он также в России в 90-е годы. Антон, или как он себя называет Блэки, представитель школы русского хип-хопа. В его строках доллар упоминается часто, но, как правило, с негативной окраской. Хотя в американской рэп-культуре перечеркнутые «С» – символ значимости и богатства. Ну, это кэш. То есть это деньги. То есть это та самая выручка, которую человек получает за свое дело, за именно вот это «эмсинг». Если вы видите на рэпере доллар, то значит этот рэпер довольно-таки популярен, известен, он делает большие деньги. В России, уверяет Антон, заработать доллары рэпом невозможно. Надежда остается на рубли. И то небольшие. А исследователи экономической истории продолжают гадать, будет ли доллар играть ведущую роль в мире или растает, как первоапрельская шутка, уступив место евро. Роман Гальперин, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.